Всем привет! С вами Дмитрий, вы находитесь на канале Dimidrow. Сегодня мы продолжаем играть в Empyrian Galactic Survival. Сегодня мы наконец-то начнём уже строить нашу колл-магу. В этот раз я знаю, как двигатели ставить и как вообще начинать. Нужно начинать с основания. Основание мы поставим. Для того, чтобы поставить основание, нам нужно ядро. Ядро у нас есть. Ещё одно ядро мы скрафтим. На всякий случай. И сейчас подождём, пока загрузится игра. Она уже почти загрузилась. Вот, собственно. Теперь мне надо поставить сюда, наверное, блок. Хотя нет, если я сюда полный блок поставлю, он будет слишком высоко. Наверное, я поставлю половину блока, чтобы я мог на него установить ядро. А потом, собственно, уже это ядро как-то укреплять. Потому что я не хочу, чтобы ядро у меня было внизу. Оно должно быть защищено от вмешательств. Для этого нам нужно сначала основу сделать. Мы, кстати, выключили базу за каким-то. Благо, здесь у нас не слишком всё прокисло, не слишком всё протухло. В инвентаре у нас много чего. В инвентаре у нас есть детектор. Этих детекторов, по идее, должно быть два. Ну, тут их два и есть. В общем, у нас есть два топливных бака, четыре прожектора, две кабины. Два контроллера, два генератора, три ящика хранения, три детектора и шесть двигателей парения. И ещё двенадцать двигателей. Чтобы мы сделали теперь нашу основу, нам нужно ядро преобразовать. Снову парящего судна. Так, погоди, погоди, погоди. Погоди. Теперь мне надо в ящик хранения положить ядро. Мне нужно теперь как-то отменить очередь постройки. Чего мы сделать уже не сможем. И здесь мы тоже уже отменить ничего не сможем, к сожалению. Здесь уже будет всё делаться. С другой стороны, мы сейчас делаем запасное ядро. Поэтому я не волнуюсь совершенно. Вот ядро у нас готовится, потом идёт основа. Стальные блоки, кстати, у нас сделаны. Они у нас должны быть. Они у нас должны появиться уже в ящике хранения, поэтому тут всё сразу. Либо стальные блоки сейчас делаются. А, нет, видимо, взяло. Вот она, основа парящего судна. И мы, наконец-то, сможем начать строить. Теперь основу парящего судна. Мы совсем забыли про запасные пулемёты гатлинга. Теперь мы основу парящего судна должны перенести прямо в инвентарь. И вот это вот основу парящего судна мы теперь поставим на удобную позицию. И будем начать уже... В общем, начинать делать уже. Вот. Вот так оно будет. В ту сторону переб. Так, парящее судно. Так, и оно опустилось вниз. Теперь, что я делаю? Мне нужно всё-таки получить ядро... Так, получить блоки. Но это ещё не всё. Это ещё не всё. Парящее судно сейчас неактивно, но оно не уничтожено. У меня есть запасное ядро в том-то и дело. И это запасное ядро сейчас находится там, в базе. Вот оно. На место вот этого пустого пространства, которое у нас образовалось, я поставлю обычный металлический блок. А здесь у нас будет ядро. Теперь это ядро нужно защитить. Но оно будет защищено не само по себе, а вместе с топливным баком, вместе с двигателем и прочими узлами. Для этого я продлеваю конструкцию, основу нашего судна. Так, вот здесь примерно у нас будут... Так, нет, не здесь они у нас будут. Они у нас будут в другом месте. Вот как раз примерно здесь они не должны быть. Так. Вот так. Вот здесь у нас будут тогда парящие двигатели. Их должно быть два. Вот у нас двигатели парения теперь установлены. Теперь я закрываю их. И вот в длину он у нас будет примерно такой пепелац. Сзади у нас будут двигатели. Нужно будет направить соплами в ту сторону, куда идёт движение. То есть, в нашем случае... Сейчас я поменяю ось. Вот это если бы надо было вверх. Но эту роль выполняют парящие двигатели. Поэтому я поменяю ось ещё раз. И сопло у нас вот здесь получается. То есть, двигатель задний, он будет вот так расположен. Передний, соответственно, в другую сторону нужно будет направить. Передний, это будет тормозной двигатель. Задний двигатель, это будут устарители. И боковые двигатели для поворотов, соответственно, вбок. Но до того мне нужно ещё установить сюда топливный бак. Топливный бак установлен. Теперь мне нужно установить сюда ещё генератор. Генератор у нас будет как раз... Либо он будет в задней части тогда. Я его сделаю по-другому. Потому что это совершенно не с руки вот так вот его иметь. Вот. Теперь я его положу вбок. Теперь мне его надо повернуть. И это будет отличное расположение. Дальше. Двигатель у нас поставлен. Генератор у нас поставлен. И теперь нам надо поставить ещё контроллер контейнера и ящик хранения. Это внутренний компонент. Это всё внутреннее. А до того мне нужно ещё будет закрыть вот эту вот всю штуку. Чтобы радиация не проникала в кресло водителя. Мы закроем вот так вот. Получается у нас вот такая вот коробочка. И мы её расширим ещё. Потому что нам нужно закрыть её ещё и сверху. Так. Я уже получаю радиацию. Мне нужно отойти подальше. Закрыть получше эту коробку. Вот. Теперь я могу на этой коробочке хоть как-то стоять. И на этой же коробочке теперь мы будем размещать всё остальное. То есть, что нам вообще сейчас ещё осталось-то сделать? Мне нужно пулемёт гатлинга расположить каким-то образом. прожекторы, кабину и детектор. Детектор у нас будет внешний. А контроллер контейнера с ящиками должны быть, по идее, внутренними. То есть, я могу, в принципе, сделать вот так. Возле парящего двигателя поставить. Если выявляют контроллеры контейнера, это ещё не полбеды. Это можно как-то исправить. А вот это всё равно закроется. С левой и правой стороны. Собственно, с левой стороны, на том же самом втором блоке, я размещу ящик. Так, ящик у нас вот такой. Как раз компактный, как раз всё закроется. Базовая структура у нас будет вот такая. Лестница. Вот от неё мы будем отталкиваться. Вот. Теперь нам каким-то образом нужно расположить двигатели. Так, вот здесь они будут, получается, у нас... Здесь будет два двигателя. Над ними не должно быть никаких блоков. Поэтому я их делаю таким образом. В принципе, и под ними я не буду делать никаких блоков. Я могу сделать вот так вот просто. Пусть эти двигатели торчат. И сбоку я тоже поставлю такие двигатели. Так, мне нужно... Теперь поменять ось, мне нужно. Так, это вперёд. Это значит вот так. Теперь посередине. Это значит вот так. И вот, получается, должен быть двигатель назад. До того, как я поставлю двигатели, я должен поставить ещё курсовое вооружение, а именно пулемёт. Пулемёт он у вас будет выдвинут, поэтому я убираю один блок. И выдвигаю два пулемёта. Правда, не настолько выдвинут. Поэтому я уберу ещё несколько блоков. Ещё два блока. Вот так нормально будет. Эти два пулемёта будут у нас стрелять вперёд. Их можно закрыть вот так вот. Так, что я ещё сделаю? Я ещё хочу сюда поставить фары. Фары, фары, фары. Скорее всего, они будут вот здесь вот. Фары у нас будут вот такие вот. Да, вот, да, вот правильно будет поставить фары. Ну и вот здесь тогда, получается, будет у нас движок. Как бы нелепо это не выглядело, он будет у нас вот здесь. Так. Так, теперь по оси. Теперь ещё раз по оси. Настроим мой стак, чтобы был у нас двигатель нормально. И он должен смотреть назад. Поэтому я ещё раз сделаю по оси. И ещё раз поменяю ось. Вот. Этот смотрит назад. Их два смотрят вперёд. Всё. Вот так оно и должно быть. Теперь у нас всё в порядке с двигателями. Должно быть, по идее. И всё в порядке у нас с подъёмной силой. Теперь самое главное это кабина и остальная обшивка. То есть, у нас есть остатки. Так, я могу, кстати, прямо отсюда съесть. У нас потому что сытости не хватает. Серьёзно, не хватает сытости. Он, в принципе, может ездить и так, но я хочу сделать его чуть красивее. И плюс ещё иметь функционал в виде кабины. Осталось мне, в принципе, добавить несколько элементов. Это кабина и детектор. Это всё, только два. Я могу, в принципе, сделать вот так. Поставить кабину наверх. И будет у нас очень высокое транспортное средство. Можно сделать, кстати, переход небольшой. Потихонечку. Переход на одну ступень. И вот так вот. Здесь я, в принципе, могу расположить ещё одну. Ещё один отсек. Но это потом в ходе доработки будет. Если надо. Теперь, теперь, нам нужно каким-то образом это всё выравнивать. Так, теперь я буду выравнивать потихоньку. Так. Да, кстати, я могу пары-то поднять, в принципе. Я уже могу поднять фары. Куда-нибудь сюда, наверное. Или сюда лучше. Да, вот сюда я их подниму. Так будет лучше. Так будет намного лучше. И как бы сделать теперь переход-то вниз? Переход вниз я планирую делать вот так вот. Отсюда будет плавно. Что-то типа вот этого. Потом вот так вот. И вот так вот. Каким-то образом. Так, вот здесь закрыто. Здесь тоже пандус. Таким же образом. Ну, входь до сюда. Так, погоди. Над этим не должно быть никаких блоков. Здесь уберу. Теперь поставлю вот так вот. Пандус. Вообще здесь можно уже угол ставить. Нет, это не особо хорошо получилось все-таки. Зато вот здесь я могу поставить уже пангус. И это будет выглядеть зашибись. Здесь у нас будет симметрия. И здесь. Так, вот здесь я тогда тоже поставлю. В общем, у нас больше металла получилось. Это ничего страшного абсолютно. Пангусы надо поставить. Пангусы надо поставить. Так. 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 Сейчас осталось мне сделать кубы вот здесь вот. Вот здесь для полного счастья я могу даже сделать тоже пандусы. Так. Так. Тут закрою. Тут закрою. Тут закрою. Тут закрою. Здесь у нас вот так вот. Вот так вот. здесь усеченный угол вот такой вот будет нет не так это должно быть а вот так вот здесь усеченный угол вот так вот будет здесь пандус вот такой вот так по углу вылечет так вообще он подходит по идее должен подходить но он как-то более вытянутый что ли более вытянутый мне его нужно будет сделать более вытянутым по углу а третий есть еще много чего например по углу а третий средний мне наоборот нужно будет повыше ну это уже совсем никуда не годится мне придется вот так вот доставить доставить так придется здесь у нас будет пандус пандус ну и в принципе на этом все я могу теперь уже заливать туда двигатель и заливать туда топливо патроны закладывать на стадии топлива то нет но патронов можно кучу наделать правда потом так мне нужно в ящик хранения много чего сложить например запчасти все запчасти мы складываем ящик хранение а мы детектор еще не установили вот у нас кстати взлетная масса превышена мы можем ящик хранения поставить еще так опа нет нам нужно заглуши подремонтировать значит у нас будет где-то в другом месте тогда например где у нас много всего вот здесь так вот так закрыли теперь у нас кстати что с ящиками теперь мы можем только распределить их распределим их между разными ящиками так скажу 50 так ящик хранения 2 вот как раз 125 все распределили поровну теперь и мы поставим конечно же наверху детектор должен стоять наверху как радар в ящик хранения мы положим оставшиеся наши штучки и зайдем за топливом теперь осталось взять топлива и попробовать на этом поехать это конечно не самая красивая моя машина но зато она будет ехать так если мы возьмем 5 если мы возьмем точнее 10 так на базе у нас еще топлива нас еще топлива в базе недостаточно было теперь у нас база топлива обеспечена осталось только заправиться и поехать надеюсь поехать потому что в этот раз я поставил двигатели где надо так топлива так ладно пол бака хватит пока что так и нам еще надо его включить опа погнали погнали так так рсу еще надо было господи ты боже мой я забыл про рсу опа рсу ну может господи что боже мой так выровнялись теперь нам надо сесть и поставить господи ты боже мой рсу потому что без рсу мы просто будем застревать Надо вырубиться Опа-на Это, конечно, пипец Судно перевернулось Так, давай На всю мощность Выбираться надо из этой ситуации Вставай Вставай, говорю О, встала Почти Почти встала Теперь вниз Супер Я не вижу ни хрена, конечно Вот теперь вижу Вот теперь она встала ровно Шикарно машина едет, да? Теперь ее нужно заглушить Заглушить И поставить РСУ Нет, совершенно забыл про РСУ Что без РСУ Никуда А еще патронов сделать Мы, кстати, далеко от базы Отлетели Я только сейчас заметил Что мы далеко уже от базы Я только сейчас заметил, что мы далеко уже от базы Так, для этого что? РСУ Ну и патронов, конечно, 15 мм Мне надо Так, РСУ Где расположить, кстати Кстати Кстати, было достаточно уже Тех компонентов, которые есть Тут очень даже повезло И пять патронов Пять комплектов И можно уже будет даже пострелять И из курсового оружия И Каждая штучка дает сто патронов А мы пока поставим все-таки Первые патроны РСУ Куда-нибудь И еще патрончиков Будет у нас тысяча патронов Хороший боезапас Пока что сходим Еще проверим Хорошо Здесь у нас примерно где-то наш пепелат стоит Ласточка наша Вот она, наша ласточка А, нет Это не оно Совершенно А вот это оно Теперь мы поставим РСУ внутрь Так, это стальной блок Вот сюда я могу поставить РСУ Шикарно Просто шикарно Пособираю еще вот эти вот всякие Раз их много по дороге Раз их много по дороге На этой тачке Остается совсем немного Так, ну и в принципе мы можем поставить уже делаться 6 батончиков Это никто нам не мешает сделать И у нас еще 900 патронов Вместе со 100 патронами здесь Будет тысяча Тысяча патронов Особо нас не обременяет это все Поэтому я могу расположить В принципе весь свой боекомплект А еще я могу походный мотоцикл туда переместить И много чего еще Например блоки запасные Запасных блоков кстати не так много оказалось Вот он наш пепелац Теперь мы заложим туда Мне нужно заложить туда что-то В ящик хранения пошел Остальные блоки сюда заложим И теперь мне еще нужно боеприпасы Вот и все Теперь мы можем пилотировать Завести мотор И пострелять Перезарядка Наша машина работает Наша машина причем прекрасно работает Так надо немножко подняться Нам опа на нет Так ну что тест драйв По прямой Драгрейсинг 402 метра Так ну я конечно бьюсь пока От деревьев Офигеть какая скорость Вот это просто шикарно Малые обломки Так мы уходим на территорию Таон Не шикарно 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 Просто супер работает наша тачка Теперь мы можем ездить Теперь ее надо припарковать Только не здесь У нас парковка с другой стороны Вот она Парковочка Давай, 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 давай Мне сюда надо Мне вот сюда надо Давай сюда Давай Опа Так потихонечку Я остановил Идеально сел Просто шикарно сел Вот наша тачила Едет прекрасно Машина зверь просто И на этой прекрасной ноте Мы в принципе можем заканчивать Сегодня чуть-чуть подольше было видео На 45 минут вместо 30 Но я надеюсь вам понравится процесс построения моей тачки И собственно что из нее получилось И тест драйв конечно же Завтра мы уже на ней выйдем И будем возможно даже стрелять На этом все Пожалуйста ставьте лайки Подписывайтесь на канал И рассказывайте об этом видео Всем кому только можно И конечно же всем пока Субтитры сделал DimaTorzok